Красноярске сегодня задержали вылет 15 авиарейсов и прилет 13. Причиной, по которой пилоты прервали полеты, стал смог, накрывший Сибирь из-за лесных пожаров в Якутии. Дымку от них еще на прошлой неделе стали ощущать жители и нашего региона. Города Барнолыбийск в минувшие выходные были окутаны дымкой, что жители связались с лесными пожарами в Якутии. Действительно, в некоторых городах Сибири наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы, вызванное якутскими пожарами. Сегодня, по данным Алтайского гидрометцентра, в крае утром местами наблюдался туман. И хоть гидрометцентр считает причиной снижения видимости туман, а дымка над Барнолом не такая плотная, как летом 2019-го, горожане ощущают дискомфорт. Подышать как-то труднее стало, то есть воздух довольно-таки насыщен углекислым газом, ну и в принципе тушно очень стало на улице. То есть солнца мы практически не видим из-за смока из-за того, что вся территория Алтайского края получается покрыта вот этим каким-то дымом. Выезжаешь из города, хорошо становится, потом заезжаешь назад, и уже голова болит, трещит. Думаю, воздух стал хуже. Вижу, когда особенно с горы спускаешься, видно, блин, над городом висит, да, есть проблемы. У меня идеальное здоровье, отличные легкие, мне не мешает. Но я понимаю, что некоторым может быть тяжело. Дышать труднее стало наверняка из-за того, что количество углекислого газа повысилось в воздухе. Некий парниковый эффект даже наблюдается за счет того, что солнце заслонено дымкой, и в целом жить стало гораздо труднее. Смок накрывает город за городом. Вот фото из соседнего региона, горного Алтая, а это небо Бийска. В Красноярске же сегодня объявили режим черного неба. И дымка накрыла даже Екатеринбург. По прогнозам сайта IQ Air, который занимается мониторингом загрязнения воздуха, уже в среду, 11 августа, воздушная среда в Барнауле станет вредной для уязвимых групп. Это связано с пожарами в Восточной Сибири и в Севере Дальнего Востока. Ну, прежде всего, в Якутии, конечно. Там огромные площади сейчас горят, разные цифры называются. Как всегда, по официальной статистике меньше, по независимым экспертным оценкам в разы больше. Но даже минимальные оценки, которые называются, это площади около миллиона гектар. Лесные пожары в Якутии стали главной темой совещания главы МЧС Евгения Зиничева с Владимиром Путиным. Среди предложений в два раза до 14 миллиардов рублей увеличить количество средств для борьбы с огнем и вернуться к советской системе управления. Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъект. Нынешний подход к тушению пожаров, по мнению экспертов, в том числе алтайских, неэффективен. Поэтому смог, скорее всего, продолжит накрывать страну. В зависимости от скорости и направления ветра может пострадать практически любой регион. Тяжелее всего придется людям с заболеваниями органов дыхания. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.